Лекция по Шримадбхагаватам, первая песня, глава 8, текст 37, прочитана Его Божественной Милостью Ачия Бхактибхиданты Свами Прабхупадой, 29 апреля 1973 года в Лос-Анджелесе. Перевод Перевод О мой Господь, Ты выполнил все обязанности Сам. Неужели сегодня Ты покинешь нас, несмотря на то, что мы полностью положились на Твою милость, и кроме Тебя, нас некому защитить теперь, когда все цари стали нашими врагами? Так эта беседа происходила между Кунти и Кришной, в то время как Кришна отъезжал домой после того, как установил Пандавов во главе их царства, и когда закончилась битва на Куркшетре, Кришна возвращается домой в Двараку, и он просит отпустить его, он прощается со своей тетей, и тогда Кунти возносит эту молитву, напрямую спрашивает его, «После того, как ты исполнил свой долг, неужели ты действительно собираешься покинуть нас, оставив одних?» Таково положение преданного. Здесь сказано, «Джи-хам-на-ша-ан-йат-бхаватап-падам-бху-я» «Кроме Тебя нас некому защитить». Таково наше положение. «Ан-йат» означает «ничто другое». Это совершенное предание. Как, например, Наратамда Астакур говорит, «Нанда-сута Кришна, ты стоишь здесь вместе с дочерью царя Вриша-бхану. Вы оба здесь». Мы не хотим видеть Кришну одного. Почему все кашляют? В чем проблема? Вчера я тоже слышал кашель. В чем проблема? По-моему, простуда гуляет. Простуда гуляет. Во что нет достаточно теплой одежды? Вы заболеваете? Вы должны организовать это. Вы должны заботиться о своем здоровье. В «Бхагавадгите» сказано «юкта-хара». Вы должны питаться, чтобы поддерживать здоровье в нормальном состоянии. Также нужно заботиться о других потребностях тела. Если вы заболеваете, как вы можете практиковать сознание Кришны? Например, Брамананда сегодня не мог поехать. Мы должны быть осторожными и заботиться о здоровье. Мы не должны есть слишком много или слишком мало. Лучше есть меньше, чем больше. Вы не умрете, если будете меньше есть, но вы умрете, если будете переедать. Люди умирают не от недоедания, а от переедания. Таков должен быть принцип. Медицина всегда запрещает есть больше, чем нужно. Обжорство – причина от диабета. А недоедание – причина туберкулеза. Это медицинский факт, поэтому мы не должны ни недоедать, ни переедать. В случае детей, они могут переедать, но взрослые не могут совершать подобную ошибку. Дети могут все переварить. Они весь день играют. Так или иначе, мы должны заботиться также о нашем здоровье. Санатана Госвами страдал очень сильно от кожной болезни. И Чайтани Махапрабху обнимал его. Бывают два вида кожной болезни – сухая и влажная. Иногда эти язвы, они сухие. Иногда влажные. Тело Санатана Госвами – все было покрыто влажными язвами. И Чайтани Махапрабху обнимал его. И это, эти выделения, прилипали к телу Чайтани Махапрабху. И Санатана Госвами чувствовал сильный стыд. Я страдаю от этой болезни. Чайтани Махапрабху обнимает меня. И эти выделения остаются на его теле. Насколько я несчастен. И он решил, что завтра я расстанусь с жизнью, вместо того, чтобы позволять Чайтани Махапрабху обнимать меня. На следующий день Чайтани Махапрабху спросил, ты решил совершить самоубийство? Ты думаешь, что это тело принадлежит тебе? И Санатана молчал. Чайтани Махапрабху сказал, ты уже отдал это тело мне. Как ты можешь убить его? Конечно, с того дня эти струбки, они исчезли. Но наши тела, те, кто сознает Кришну, те, кто трудится для Кришны, не должны думать, что их тело принадлежит им. А, они уже отдали его Кришне. Поэтому нужно о нем хорошо заботиться, не пренебрегать, как, например, вы заботитесь о храме, потому что это место Кришны. Аналогичным образом мы не должны чрезмерно заботиться, но какую-то заботу мы должны проявлять, чтобы не заболеть. Так или иначе, Кунти Деви говорит, это называется полной зависимостью. Путь предания Шаранагати состоит из шести элементов. Шесть элементов составляет полное предание Кришне. Первый элемент Шаранагати — это принимать все, что благоприятствует для служения Кришне. Совершенная Бхакти — это принимать все, что благоприятствует предному служению. И пратикуляси в ваджуна — отвергать все, что неблагоприятствует сознанию Кришны. Поэтому мы запрещаем. У нас есть определенные ограничения, потому что некоторые вещи неблагоприятны. И мы говорим так же, мы призываем делать что-то, например, повторять шестнадцать кругов Харе Кришна. Это благоприятно. Итак, Шаранагати означает отказываться от неблагоприятных элементов и принимать благоприятные. Следующий элемент — верить, что Кришна защитит меня. Полностью верить в это. Так же считать себя одним из слуг Кришны. Из этого состоит Шаранагати. Так здесь Кунти говорит, «Если, мой дорогой Кришна, ты думаешь, что сейчас у нас все хорошо, мы вернули себе царство». Все наилучшим образом произошло. И ты хочешь оставить нас. Это не самое лучшее предложение, потому что мы все еще не свободны. Дело в том, что мы убили множество царей. Все их родственники и друзья замышляют добраться до нас и снова сразиться с нами. Вот в таком мы положении. Они по-прежнему замышляют. Поэтому не думай, что мы уже освободились от всех опасностей. Нет. И кроме твоих лотосных стоп у нас нет иной защиты. Таково наше положение. Так Абинникамена просит Кришну, «Не покидай нас. Не думай, что мы сейчас в безопасности. Мы не в безопасности. Без твоей защиты мы всегда в опасности». Таково положение преданных. На самом деле мы находимся в опасном положении в этом материальном мире. В любое время майя может нагнать нас, схватить нас. Как только мы проявляем некоторую неродилость, считая, что «Ну, сейчас я свой долг исполнил, можно немного расслабиться». Нет, расслабляться нельзя. Мы всегда должны быть начеку. Шрила Рупагасвами написал один стих. Преданный должен быть очень внимательным, должен понимать, не трачу ли я понапрасну свое время. Занят ли я сейчас служением майя или служением Кришни? Нужно всегда быть бдительным. Это признаки продвинутых преданных. Какие? Намагане Садаручи. Он никогда не устает повторять святое имя, петь его или танцевать. Он не испытывает усталости. Намагане Сада, 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 значит, всегда. Ручий, он испытывает вкус. Ему это очень нравится. Это вкус. Этот вкус, чтобы пробудить его, нужно время. Например, Рупагасвами. Когда он повторял святое имя, он думал, «У меня только один язык и два уха». Что я смогу повторить этим? Он думал, «Ах, если бы у меня были миллионы языков, триллионы ушей, как бы я мог тогда насладиться воспеванием твоего имени?» Мы не должны подражать этому. По крайней мере, мы должны быть очень внимательны в том, чтобы завершать 16 кругов. Минимум. Намагане Садаручи. Мы должны взращивать свой вкус к пению святого имени, повторению. Намагане Садаручи. Мы должны прийти из стады в Асати Италии. Мы должны углублять свое желание жить в месте, где живет Кришна. Кришна живет везде. Таково видение просветленных преданных. На самом деле, он живет везде. Но тем не менее, поскольку мы находимся в низком положении, мы должны знать, что Кришна находится в храме. Кришна находится повсюду, но для нас, поскольку у нас нет такого видения увидеть, нет способности увидеть Кришну, находящегося повсюду, мы должны приходить сюда, в храм, и видеть здесь Кришну. Кришна, по Своей милости, не зашел сюда в той форме, в какой я могу воспринимать его. Это милость Кришны, и это храм. Мы, Кришна, тело полностью духовно, но наши глаза не способны увидеть это духовное тело. Сатчидананда Виграха. Мы привыкли видеть материальные формы. Джада. Грубое проявление. Мы можем видеть камни, металл, дерево. Мы можем видеть все эти материальные элементы. Но Кришна есть все. Поэтому, чтобы мы, наши несовершенные глаза, могли видеть Его, Кришна предстал перед нами в форме камня, но Кришна не камень. Не подумайте, что мы поклоняемся камню. Мы поклоняемся Кришне. Но, поскольку мы не можем видеть ничего, кроме камня, поэтому Кришна милостиво явился в форме, вырезанной из камня. Таков вывод, таково заключение. Так, притистат в асатистале необходимо проявлять желание жить по окружении, в атмосфере храма. Намаганасадаручи, мы должны усиливать, углублять свое желание, все больше повторять Святое Имя. Нужно всегда считать себя зависимым от Кришны. Это сознание Кришны. Всегда думать, что без Кришны моя жизнь бесполезна. Без Него я в опасности. На самом деле мы в опасности без Кришны. Кунти возносит эту молитву. Кришна, ты думаешь, что сейчас мы в безопасности, но я не думаю, что нам ничего не угрожает. Мы всегда находимся в опасности. Так, если ты думаешь, что нам ничего не угрожает, то кто защитит нас? Дело в том, что у нас нет других защитников, кроме твоих лотосных стоп. Пада амбуджат, пада значит стопы, амбуджа, лотос. Кроме твоей лотосной стопы, у нас нет другого прибежища. Нет другого прибежища. Что же касается нашей безопасности, то нас уже окружают множество врагов, потому что в войне чей-то отец погиб, и его сын готов сражаться с нами. Поэтому мы отнюдь не свободны сейчас. Она обращается к Кришне как к Прабу, хотя Кришна подошел к Кунти Деве, чтобы взять пыль с ее стоп на свою голову. Она старше его, но Кунти Деви обращается к нему, называя его Прабу, Господь. Кунти Деви не называет его. Она спрашивает своего возлюбленного племянника, но она знает, что Кришна, хотя и играет роль моего племянника, сына, моего брата, тем не менее он Прабу, он Верховный Господин. Поэтому он обращается к нему, Прабу. Джихасаси. Джихасаси означает, ты действительно покидаешь нас? Сухрида. Это благожелатели. Анудживина. Они живут только по Твоей милости нашей. Жизнь продолжается только по Твоей милости. Это признаки по-настоящему сознающего Кришну человека. Необходимо всегда считать себя находящимся в опасности без Кришны. Это первая ступень. И приняв прибежищу лотос на стоп Кришны, нужно всегда чувствовать себя в безопасности. Теперь я пребываю под защитой. Кришна говорит, Каутея Пратиджанихи, Нами Бхакта, Пранашхяти. Это факт. Если вы стали чистым преданным Кришне, вам ничто не угрожает. Пранашхяти. Кришна защищает каждого. Без Его защиты никто не может прожить даже мгновение. Это факт. Так если вы думаете, что Кришна защищает всех, так зачем тогда становиться каким-то особенным преданным? Нет. Есть смысл. Как, например, царь защищает каждого. Каждого своего горожанина. Он защищает. Это его долг. Но с особым чанием он защищает своих людей. В этом разница. В этом нет ничего неестественного. Один человек непосредственно занят службой в правительстве, он служит президенту. Когда он оказывается в трудном положении, ему оказывается особая защита. Хотя президент Никсон защищает, как президент каждого гражданина, страны, но те, кто лично общаются с Ним, служат Ему, получают особые привилегии. В этом нет ничего неестественного. Это вполне естественно. Это не пристрастие. Кришна говорит в Бхагавадгите, «Само хам сарвабхутишу». Я равно отношусь к каждому. Он Бог. Как он может пристрастно относиться к кому-то? Нет. «Само хам». «Самата». Это естественно. Например, какой-нибудь человек, он любит всех детей, но он проявляет особую любовь к своим детям. Это естественно. Это не пристрастие. Никто не будет ему ставить это на вид. Почему вы любите больше своих детей, чем остальных? Это естественно. Это не пристрастие. Точно так же Кришна любит каждого, потому что все его неотъемлемые части, но он с особой заботой относится к своему преданному. Поэтому он говорит, «Контея прати джанихи, намея бхакта пранаши ти». Его бхакта, его преданный, он всегда заботится о том, чтобы у преданных все было хорошо. И преданный всегда, не покладая рук, трудится ради того, чтобы удовлетворить Кришну, одевая Его, кормя Его, служа Ему, всегда заняты. Точно так же Кришна тоже всегда занят тем, чтобы заботиться о своих преданных, чтобы осчастливить их. И это близкие отношения с Кришной. Обычное живое существо тоже имеет отношения с Кришной, но когда оно становится преданным, эти отношения становятся близкими. Оно становится Его близким другом. Поэтому Кунти просит Кришну, «Как ты можешь нас покинуть? Мы твои близкие друзья». И анудживина. Анудживина означает, «Мы живем только по твоей милости». Поэтому не думай, что сейчас мы в безопасности, и ты можешь нас покинуть. Нас нет, кроме твоих лотосных стоп, другого приберища. Пожалуйста, не покидай нас. Такова была молитва Кунти. Подобным образом, Наратам Дастакур говорит, «Я полностью предался». Ты можешь дать мне свою милость. Потому что без сознания Кришны, когда человек думает, «Я сам защищу себя, мое общество позаботится обо мне, мое государство, позаботится моя община. Зачем мне Бог?» Так в общей массе люди думают. «У меня столько покровителей, столько защитников. Зачем мне Кришна?» Эти чудаки, у которых нет никаких защитников, могут обращаться к Кришне. Вот так люди думают. Но это неправильно. Если Кришна вас не защитит, вас никто не защитит. Так сказано в Шимадбхагаватах. Когда Прихлад Махарадж молился Кришне, Ни Шимхадеве, он говорил, «Мой дорогой Господь, Баласи, не стоит думать, что так как у ребенка есть отец и мать, он полностью находится под защитой». Нет, это не так. Если Кришна ребенка не защитит, несмотря на то, что у него может быть тысячи отцов и матерей, он не будет под защитой. Это факт. Точно так же он говорит, «Не подумайте, что хороший врач или качественное лекарство может защитить вас». Нет. Допустим, кто-то страдает от какой-то болезни, и он очень богат. Он может нанять лучшего врача, получить лучшее лекарство. Но означает ли это, что ему гарантирована жизнь? Нет. Если Кришна не защитит его, несмотря на самое лучшее медицинское обслуживание, лучшее лекарство, он умрет. Это факт. Так же, если у вас хороший одежный корабль, нет гарантии, что вы не утонете в океане. Нет. В любой момент, если Кришна не защитит вас, вот такое у нас положение. Так мы можем изобрести множество средств противодействия, множество средств для нашей защиты. В этом проявляется научный прогресс. В борьбе за существование природа докучает нам, доставляет нам трудности. И люди, и так называемые ученые пытаются изобрести что-то, чтобы противостоять этим трудностям. Это называется борьба за существование. Но это невозможно. Если Кришна вас не защитит, ваши изобретения бесполезны. Итак, царица Кунти знает об этом, хотя Кунти приходится матерью, великим воином, Арджуне, Бхиме. Тем не менее, она думает, они недостаточно сильны, чтобы защитить нас, мои сыновья, такие великие воины. Но это не защита. Кроме тебя никто не защитит. Поэтому она говорит, «ЕШАМ НАЧА АНЬЯТ». Не подумайте, что кто-то может защитить нас, кроме твоих лотосных стоп. Это очень хороший стих для преданной души, которая ищет защиты у Кришны. Если мы остаемся в этом положении, считая, что наш единственный защитник – это Кришна, и наш единственный долг – служить Кришне. Тогда наша жизнь успешна. Спасибо вам большое.